Легендарная кредитная карта Альфа-Банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Всем привет! В эфире «Битва поколений» – шоу, где мы сталкиваем звездных музыкантов из двух разных эпох, чтобы доставить удовольствие нашим зрителям, а также чтобы понять, какое поколение круче – молодое и дерзкое, или поколение людей, которые знают, где лежит их с Нилс. Меня зовут Константин Анисимов, это второй сезон шоу «Битва поколений» и мы начинаем! Сегодня романтичная певица, которая своими песнями заставляла плакать целое поколение, встретится с молодым музыкантом, на чьих концертов тоже проливаются девичьи слезы. Выбирать между хорошим, хорошим, отличным и отличным – это очень сложно. Артисты исполнят четыре песни – «Абсолютный хит», «Песню о любви», «Каверна оппонента» и «Горячую новинку». Их живые выступления будет оценивать звездное жюри из разных поколений. Он имеет право изменить мелодию? Нет. Да. И именно они решат, кто же сегодня станет победителем и заберет себе желанный трофей. Мои ожидания до потолка взлетели, но я ничего не испытал. Я не могу сдержать слез, мне действительно сделали больно. Если вы любите слушать крутых музыкантов, то наше шоу понравится вам в два раза сильнее. Ведь на сцене «Битвы поколений» каждый раз выступают сразу два великолепных исполнителя. И сейчас самое время с ними познакомиться. В двухтысячных эта звезда ярко зажглась и поднялась высоко благодаря своим искренним проникновенным песням. И вот уже более 20 лет она не смотрит по сторонам и остается такой, как есть. Красивая и обаятельная певица Юлия Савичева. Когда она была на Евровидении в 2004-м, я в 2003-м только родился. Хотя я, честно говоря, не знаю, сколько ей лет. Классно она выглядит. Ну и тембур у нее запоминающийся, конечно же, с такими песнями достаточно вокальными. Мне кажется, нетрудно было запомниться в то время. Сейчас тем более, мне кажется. Этот молодой певец дебютировал в 2018 году, показав свой голос в одноименном шоу. Но популярность он обрел спустя два года, заставив проливать слезы на землю всех девчонок. Такой юный, но уже настоящий музыкальный сердцеед Акмаль. Он цепляет своей вот этой вот простотой какой-то, но в то же время искренностью и такой настоящей, вроде бы как пацанской подачей. Вот так. Ну и поет он хорошо. В ее сердце всегда живет любовь. А он только о любви готов говорить в своих треках. Поэтому, несмотря на разность поколений, этих артистов объединяет одно. Вместо бэнгеров о бабках и тачках, они всегда поют о вечном. Я боец по жизни. Поэтому, как только есть фраза соревнования, все, туши свет. Я буду до конца, естественно, находиться в этом состоянии. Но в то же время нельзя забывать, что нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Я сюда пришел с хорошим настроением. Я, честно скажу, давно мечтал поучаствовать в этом проекте. Потому что, мне кажется, он один из самых музыкальных в наше время. А там, где музыка, там стараюсь быть и я. Сегодня в битве поколений. Селф-мейд, Краш, Сонграйдер и просто хороший парень Акмаль. Против миниатюрной девушки, но большой артистки Юлии Савичевой. Как настроена на битву? Решительно. Рок у меня на строй. Добрый вечер, друзья. Как ваше настроение? Супер. Не только у меня у вас сегодня отличное настроение. Я думаю, что мы сегодня все получим максимальное удовольствие. А в жюри у нас люди разных профессий. Вот он, например, работает на заводе. По производству хитов. Легендарный продюсер Виктор Дробыш. У нее очень короткая фамилия, потому что, как мы знаем, краткость сестра таланта. Генеральный продюсер Гусериев Медиа, основатель и генеральный продюсер лейбла Саунд Медиа Татьяна Тур. В отличие от героини одной из его песен, мы о Сережке не забыли. Да и как тут позабудешь. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жука. Для того, чтобы к нему не приставали фанатки, ему приходится каждый день напоминать им в своем видеоблоге о том, что у него есть жена и дети. Денис Кукаяхо. Вот если я начну перечислять все ее достижения, то вам может показаться, что ей идет уже где-то шестой десяток. Но на самом деле ей всего чуть больше двадцати. Наша русалка Валя Карнавал. Он настолько красив и бесподобен, что мог бы играть Кена в азербайджанской версии фильма «Барби». Сегодня с нами певец и продюсер Эльман. Какой у вас жюри настрой на эту битву, Сергей? В добрый путь, ребята. Мы очень хотим покайфовать вместе с вами, вне зависимости от итогов. Главное, чтобы вы сами радовались от того, что происходит сегодня в этой студии. И мы надеемся услышать чудесные песни. Эльман, добро пожаловать. Спасибо. Какие ожидания? Это такой волнительный момент, когда ты хочешь на сцену, а тебе приходится сидеть и раздавать баллы. Тем более, что здесь артисты намного опытнее меня, сидящего в жюри. Поэтому я хочу услышать и увидеть то мастерство, которое я могу подчеркнуть в свое творчество и в будущее вообще своей профессии, смотря на вас. Смотря на тебя, я хочу передать тебе, наверное, свое спокойствие. Спасибо. Именно в твоем выступлении. И уверен, что вы оба сделаете классно, круто, музыкально. Спасибо. Красота. Виктор, какие мысли прямо сейчас? Мысли на расстоянии облабызать вот этого ангела. У меня такие же мысли. Вот за этой маленькой, вот этой робкой фигуркой скрывается мощная-мощная девчонка и просто прекрасный человек. С вами кайф в том, что я вообще ничего не знаю про вас. Я даже у Эльмана пять раз ими переспросил. Но в этом есть кайф, потому что мы с вами познакомимся и отреагируем на ваше творчество. 100%. Спасибо. Спасибо нашему жюри. А сейчас мы готовы начинать бить в упоколении. Давайте переходить к нашему первому раунду. И, как всегда, это абсолютный хит. Погнали. У Юлии Савичевой много грустных песен. Но парадокс. Когда она их поет, люди, как ни странно, радуются. Ведь делает она это великолепно. Встречайте, Юлия Савичева и ее абсолютный хит. Привет. Магнит болит, не спит, мешает убить, забыть, не быть. Не знаю тебя, тебя, тебя меняю. На-на-на-на-на-на. Привет. 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 Я даже не скучаю. Привет. Привет. Я даже не скучаю. Я даже не скучаю. Я не скучаю. Умираю, привет, 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 я даже не скучаю, привет, тебя не замечаю. Horse, боль, я просто умираю, привет, я, вверху, привет, нет. Продолжаем. Среднестатистическая современная девушка 18 лет тратит 40 часов в неделю на сон и в два раза больше времени на прослушивание этой песни на репите. Встречайте Акмаль и его абсолютный хит. Погнали. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Ты расскажи про нас всему свету, как нёс тебе цветов я букет. Как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя. Как слезы проливало на землю, как я тебе кричал, не приеду. И руки разбивал, я в стену из-за тебя. Ты расскажи про нас всему свету, как нёс тебе цветов я букет. И как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя. Как слезы проливало на землю, как я тебе кричал, не приеду. И руки разбивал, я об стену из-за тебя. В моих глазах не видно света, ты что-то несёшь. Ты говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слёз твоих. Хватит делить мою постель на твоих. Разорви, давай, давай, вали. Ты из моей души. Ты как яд, ты очень сильный яд, который раз смотрю в глаза и телом будто бы распят. Раз, два, три. Я закончил то, что начали мы в моих делах. Больше ты не видишь любви, сколько ни пытайся меня поменять. Я буду тебе повторять. Ты расскажи про нас всему свету, как нёс тебе цветов я букет. Как ждал я до утра У подъезда, житая тепло. Как слёзы проливало на землю, Как я тебе кричал, не приеду. И руки разбивал, я обстелу, и всё тепло. Спасибо. 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 Я совру, если скажу, что в этом раунде прозвучала моя любимая песня. Ведь в этом раунде прозвучало сразу две моих любимых песни. А вот насколько эти песни полюбились нашему жюри, мы узнаем прямо сейчас. Татьяна Туру, пожалуйста. Я слышала вашу песню, но я не знала, что именно вы её поёте. Меня тронуло до глубины души, и вы большой, большой, талантливый артист. Благодарю вас, спасибо. Будете обязательно. Но после привета Юлии Савичевой мы просто вжались все в кресло. Это был такой привет, это был приветище. Огромный. Юля, я вас впервые вижу в таком амплуае. Я вам честно скажу, потому что для меня Савичева это всегда платье в пол, такое спокойное. Нет, вы что? Это вот, вот. Здесь вышла такая девчонка, столько драйва, столько энергии, столько силы и в вокале, и в напоре. Ну просто при любой песне у вас не было шанса. Это было классно, это было драйвово, это попало в моё настроение сегодняшнее. Спасибо вам огромное за такое классное начало. Спасибо. Мой бал Юлии Савичевой. Спасибо. Юля Савичева получает бал от Татьяны Тур. Валя. Я увидела двух людей, которые делают то, что им действительно нравится. И это по-настоящему круто. Акмаль. После такого привета я понимаю, что сложно, волнительно, но как ты справился? Ты дотронулся до моего сердечка, ты сумел это сделать. Спасибо тебе большое за это. Тебе спасибо большое. Спасибо. Потрясающе, Акмаль. Юля, я говорю просто вау, вау и ещё раз вау. Такая маленькая и одновременно такая большая, зажигательная, драйвовая, яркая. Все слова этого света хорошие вам и мой голос тоже вам. Спасибо. Приятно. Голос отправляется Юлии Савичевой от Вали. Сергей Жуков. Я вообще всегда расстраиваюсь в таких ситуациях. Ну, правда. Потому что выбирать между хорошим, хорошим, отличным и отличным это очень сложно. Ну, то есть, это невозможно. И всегда кто-то из нас сделает ошибку. Я мелодист по жизни. И, конечно, то, что Акмаль сейчас показал с ребятами, ну, на самом деле очень красиво. И я всегда, всегда и везде говорю всем молодым музыкантам о том, что самое главное не забывать, что музыка это в первую очередь гармония. Не просто одна нота и набор каких-то сэмплов или читатива, а это еще и душа и эта мелодика. И вот в вашей песне, ну, конечно, это все сегодня было. А про Юлю, ну, вот опять же, правильно, что можно еще сказать? Я сейчас снова как будто бы опять повернулся на 15, сколько лет назад это прошло? 20. 20. И нам снова также 20, и мы также весело отплясываем на первых концертах, Юля. И, Юлечка, я все-таки отдам свой голос ребятам, пусть они сегодня тоже знают, что они молодцы. А в тебе я просто уверен, потому что ты наша старая гвардия, но это не значит, что только за это ты... Конечно, я все понимаю. Поэтому твой хит безусловный хит, а это я услышал новый хит. Вот это, по-моему, классно. Я представляю, насколько сейчас приятно Ахмале получать балла Сергея Жукова. Эльман. Сумасшедшая энергетика, как будто бы без разгона сразу сумасшедший концерт, сразу энергия. Я не смог усидеть, Валя не смогла усидеть. Круто, круто. Нам было неважно, потому что мы хотели просто получить эту энергию еще больше. И я вот с огромным удовольствием, не знаю, готов 10 раз в месяц сходить на ваши концерты, потому что это круто. Спасибо. Потому что для меня вы сейчас не только исполнили свою суперпесню, вы поделились опытом. За это вам огромное спасибо. Я давно заметил твои песни и считаю, что это классно, у этого есть будущее. Как будто бы поп смешан с шансоном. Это прикольный стиль. Спасибо огромное. Спасибо. Какое решение принять, я не знаю, потому что, ну, опять же, нам очень интересно. Мне кажется, я приду на ваш концерт и тебе даю бал. Вау. Спасибо. Простите. Но если что, я тоже хочу на концерт. Мы все хотим на концерт, там уже список собирается. В этом списке есть и Денис Кукаяко. Давай. Акмаль. Круто. Даже очень круто. Даже супер круто. Но, Юлия, меня просто раздавили и обыграли, и это была, ну, такая энергия бешеная. Спасибо вам большое за это. Вам мой балл. Спасибо. Юлия Савича получает балл от Дениса Кукаяки. Виктор, мог ли 19-летний Виктор Дробыш написать песню, схожую по своей боли и переживаниям, как вот у Акмаля песня «Ты расскажи про нас всему свету»? Точно нет. Я был разгильяем. Я играл хорошо на пианино, на клавишек, но вот лет до 30 у меня душа отдыхала. Поэтому я восхищаюсь, когда человек в таком возрасте может так глубоко проникаться историями любви и вообще человеческими какими-то историями. Вы молодец. Я очень тронут. Это хорошее первое впечатление. Я, правда, никогда не слышал вас. Это, наверное, скорее моя проблема, чем ваша. Мой балл уходит туда. Благодарим. Юлия Савичева. Начало роскошное. В этом раунде набрала 4 балла, а Акмаль забрал 2 балла. Как я и говорил, мне понравились оба сегодняшних исполнителя. Я даже не побоюсь сказать, что я их полюбил. И это очень кстати. Ведь следующий раунд как раз об этом. Второй раунд. Песня о любви. Этому артисту второй раунд нашего шоу явно придется по душе, ведь именно песни о любви проложили ему дорогу к популярности на сцене Акмаль. Прошу. Не смотри на меня, я сам себе враг. Я тебя променял и всех потерял вокруг никого. Я иду в одного, я дурак был. Болен тобой, но не повезло. И опять капкан мысли в голове, забитые полностью тобой. Я там бою, я больше не найду покоя. А я по полю, да по полюшку приду к тебе. Я по полю, да по полюшку приду к тебе за тысячу вёст. К тебе за тысячу вёст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. За тысячу звёзд. К тебе за тысячу звёзд. Снова эта ночь, что длится бесконечно Я уже на самом дне останусь тут навечно И в твоих руках тепло, ведь ты так безупречна Но снова не со мной, ведь для тебя я бессердечный Снова эта боль, мы снова играем роли Как счастливой жизни с тобой подобрать пароли Ведь ты давно не та, а я все тот же, что ли Просто протяни ладони, дай ты чувством волю А я по полю, да по полюшку приду к тебе Я по полю, да по полюшку приду к тебе за тысячу звезд К тебе за тысячу звезд Я с переломанным крюлом, но прилечу к тебе Я с переломанным крюлом, но прилечу к тебе за тысячу звезд К тебе за тысячу звезд Спасибо Какая-то растерянность, да? Ну а мы к этому еще вернемся. Встречайте, великолепная Юлия Савичева и ее песня о любви. Брошенные где-то на полу, тесные, если честно, туфли. Я так скучала по его теплу, что глаза мои почти потухли. Собранные волосы в пучок, стерта с губ яркая помада. Он струн души коснулся, как смычок, и на ней играет серенаду. Можно плакать и смеяться, как ребенок. Он со мной, значит, меня никто не тронет. Без защитных стекол и прозрачных пленок. Своё сердце я храню в его ладонях. От его голоса у меня мурашки по телу. И цветы лотоса распустились там, где болела. Чёрная волоса стала ослепительно белой. И таким голосом ни о ком другом я не пела. Сложенные, ценные на вид вещей на занятую полку. Намного лучше них на мне сидит его свободная футболка. Впитанная кожей словно крем, нежность его в горячих пальцах. И я усну, но буду знать, зачем каждое утро вместе просыпаться. Можно плакать и смеяться, как ребенок. Он со мной, значит, меня никто не тронет. Без защитных стекол и прозрачных пленок. Своё сердце я храню в его ладонях. От его голоса у меня мурашки по телу. И цветы лотоса распустились там, где болела. Чёрная волоса стала ослепительно белой. И таким голосом ни о ком другом я не пела. От его голоса у меня мурашки по телу. И цветы лотоса распустились там, где болела. Чёрная волоса стала ослепительно белой. И таким голосом ни о ком другом я не пела. Я даже не знаю, где сейчас больше из густых мурашек среди вас, моего многоуважаемой и дорогой жюри. Валя. Солнышко моё, я надеюсь, ты не обижаешься. Ни в коем случае. Я вот тебе все свои поцелую. Спасибо большое. Юля. Ну опять сердце забрало. Я не знаю, что с вами. Где-то голос из вам. Неприятно, спасибо. Валя Карнавал отдаёт свой голос Юлии Савичевой. Татьяна, продолжаем собирать самое нежное мнение, женское мнение нашего жюри. Куда в этом раунде пойдёт ваш голос? Есть определённые плюсы в каждом выступлении, но мне хочется обратиться к вам. У вас всё очень круто получается. Единственное, что меня расстроило в вашем выступлении, это то, что такая короткая песня была. Я вообще не поняла. Мы все сели такие и ждём ещё припев такой замечательный, а его не было. Но мы же всё-таки молодое поколение, поэтому... Я понимаю, почему вы это делаете. Это увеличивает прослушивание. Это понятно. Но всё равно хотелось ещё какого-то развития. Хотя бы немного, потому что у вас совершенно потрясающий тембр. Спасибо. Я буду слушать вас в своём плей-листе теперь гораздо чаще. Спасибо большое. Но Юля, может быть, потому что песня длиннее, не знаю. Потому что я сижу, действительно, я сомневаюсь. У вас очень кинематографичный текст. То есть я слушала вас, и у меня в голове был целый фильм. Фильм о вашей жизни, о вашей героине, о которой вы поёте. И это настолько здорово, это настолько тронуло меня, что я свой балл отдам вам. Спасибо. Юля Савичева забирает балл от Татьяны Тур. Эльман, кто в этом раунде покорил тебя? Юля, это реально космос какой-то. Я не знаю, почему так. Я вот так сразу улетаю просто. И погружаюсь, и у меня как будто бы всё... Построили вокруг меня такую баррикаду. Я ничего не слышу, я просто погружаюсь и в голос, и тембр, и исполнение. Балл Юлий Савич. Балл от Эльмана проходит Юлий Савич. Реально космос, спасибо. Поддержим этот огонёк справедливости. Виктор Дробыш. Всё, что я хочу сказать, это то, что этот парень должен больше доверять своим песням. Он должен их создавать, петь. Одна будет удачная, другая меньше удачная. А Муз-ТВ должна делать битву поколений, где обязательно должен быть вот этот раздел любви, потому что вы со своим разделом любви заставили всё наше жюри влюбиться в друг друга. Савичева супер. Это не самая её лучшая песня, кстати. Я вот, ну, на всякий случай, вот, у меня есть более любимая её песня. Но балл я отдам ей, потому что вот... Спасибо. Вот это, мне кажется, недоразумение. Виктор Дробыш отдаёт свой балл Юлии Савичевой. Денис, расскажи, пожалуйста, что-то тебя покоробило, что-то тебе понравилось, что-то не понравилось. У меня распустились лотосы. Вау. И не только там, где болело, а везде. Я просто сидел, ну, я даже пошевелиться не мог. Я сидел вот так вот и боялся, что я сейчас ещё вдруг там что-нибудь у меня прослезится. Я там это, вот это всё будет. Это у тебя есть перчаточка. Да, я, кстати, забыл, забыл, да, что это уже можно промокнуть. Ну, просто магия какая-то. Вот и слов у меня больше нету. Магия. Лотосы распустились, и балл ушёл туда. Спасибо. Завершаем. Да уж. Раздачу баллов. Последним баллом от Сергея Жукова. Почему я очень не люблю гимновые песни? Потому что я в этот момент представляю, что я целуюсь с любимой женой. И вдруг. Муряшки! И ты, боже, сдрагиваешь. Потому что в этот момент хочется какого-то интима, да, наопределённого. Вот с той песней это было. Вот вы, наверное, тоже почувствовали какой-то вот интимный момент. Как будто он тебя нашёптывает на ушко что-то. Ты даже не понимаешь пару слов, что-то что-то. Сексуально, да, сексуально. Чего-чего, да, чего это было. И вот под неё я хочу целоваться. Я вот к чему, под эту песню. И да, я обожаю Любу. Я, ну, то есть, обожаю... Можно историю расскажу? Да. Однажды я был в твоём баре. И слышу, начинается песня Любови Успенской «Кабриолет». И поворачиваю голову, а её поёт Сергей Жуков. Ну да. Вау! Вы представляете, какой у меня был взрыв мозгов, когда... И поёт её идеально. А как я пою к единственному нежному, ты понимаешь? Хотя вроде бы это... Как бы хотелось послушать. Очень странно, да. Как бы хотелось бы... И поэтому, в общем, не слушай дядю Витю. Вот. Хороший получился трек. Спасибо большое. И единственное, с чём я точно абсолютно с ней согласен, что ты должен и можешь делать лучше и петь свои песни. Вот это всё. Спасибо. Подведём любовный итог. В этом раунде Юлия Савичева набрала 5 баллов, а Акмаль – 1 балл. Битва поколений – это новый уровень музыкальных шоу. А яркая косметика My Muse – это новый уровень ухода за собой. Серия «Активатор роста» поможет раскрыть потенциал твоих волос, препятствуя их выпадению и укрепляя по всей длине. Попробуйте. My Muse – косметика, вдохновлённая тобой. А мы тем временем переходим к третьему раунду под названием «Кавер на оппонента». По статистике, этот раунд нашего шоу зрители сопровождают следующими фразами. «Ничего себе! Да ладно! Вот это прикол!» Уверен, так будет и в этот раз. Юлия Савичева и её кавер на оппонента. Встречай. Я в твоих бездонных глазах вижу себя и наши отражения. Ты так хотел повернуть, встать время, что было мучением. Ты вдоль аллеи песни напевал, и вы с подругой меня обсуждали. Скажи, зачем тебе нужен баланс, когда вокруг других немало? Знаешь, я помню свои слёзы, ссоры по ночам. Я помню твой запах волос на моих плечах. И в пустой комнате ты в отражении кричал. Оставь меня вдоль дорог. Я иду отчаянно, наш диалог был случайным. И за любовь в нашем небо дерусь. Я к тебе никогда ни за что не вернусь. В твой дорог. Я иду отчаянно, наш диалог был случайным. И за любовь в нашем небо дерусь. Я к тебе никогда ни за что не вернусь. Моя любовь в этом чёрном худе. Мы растворимся в небе, прожигая минуты. Знаю, ты моя боль. Только ты меня знаешь, ты меня найдёшь. Я тебя потеряю, мой друг. Это потолок. Ведь я вижу только его. Плюю в потолок. Видит лох. Я не хочу тонуть с тобой, как бездонные на пустых улицах. Знаешь, я помню свои слёзы, ссоры по ночам. Я помню твой запах волос на моих плечах. И в пустой комнате ты в отражении кричал. Оставь меня вдоль дорог. Я иду отчаянно, наш диалог был случайным. И за любовь нашу не подерусь. Я к тебе никогда ни за что не вернусь. Вдоль дорог. Я иду отчаянно, наш диалог был случайным. И за любовь нашу не подерусь. Я к тебе никогда ни за что не вернусь. На протяжении всей своей карьеры он ворует у красивых девушек сердца. А в этом раунде решил позаимствовать у красивой девушки вместо сердца песню. Акмаль и его кавер на оппонента. Если в сердце живёт любовь. Погнали. Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слёзы, эти раны. Но не смотри, не смотри ты по сторонам. Оставайся такой предлесть, оставайся сама собой. И целый мир освещают твои глаза, если в сердце живёт любовь. Но не смотри, не смотри ты по сторонам. Оставайся такой предлесть, оставайся сама собой. И целый мир освещают твои глаза, в песках сердца живёт любовь. Рассмотрела все фильмы о любви, но в жизни тоже много сказок. Подожди, не спеши, увидишь ты, всё будет, но не сразу. Но не смотри, не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. И целый мир освещают твои глаза, если в сердце живёт, живёт любовь. Любовь. И целый мир освещают твои глаза, если в сердце живёт любовь. Любовь. Уу-у-у! Уу-у-у! Уу-у! Уу-у-у! Прежде чем узнаем мнение нашего жюри, я хочу спросить мнение исполнителей. Юля, как вам кавер? Ой, что-то такое свежее, интересное. Для меня так сложно слушать собственную песню, когда меняют мелодию припева. У меня как-то раздвоение мозга происходит просто в этот момент. Я вроде как знаю эту песню, но я ее не знаю. Вот так для меня это звучит. Но в целом это было так трогательно. И вообще я хотела сказать Акмалю отдельное спасибо за трогательность, за искренность. В наше время это большая редкость. Спасибо большое. Спасибо огромное. Я скажу честно, мне понравилось абсолютно все. Я кайфанул на все 100%. Я понимаю, что твоя песня это просто легенда. Это песня, которую действительно, мне кажется, знает каждый. И я слышал, как здесь подпевали. Спасибо вам большое, друзья. Мне очень приятно. Вот. Мне безумно понравилось. Спасибо тебе огромное. За выбор и за, конечно же, качество и твой голос. Дэн. Ай, Дениска. Ау. Кукаяка, Денис. Ну-ну. Почему такая грусть на лице, такая грусть в глазах? Когда я услышал «Не смотри, не смотрите по сторонам», что Акмаль будет сейчас петь кавер, мои ожидания до потолка взлетели. Ну, потому что это песня, которая уже как бы автоматом получает балл. Но я ничего не испытал. Сори. Но это мои лишние проблемы. Песня Юли. Как будто тоже ничего не испытал. Такая, ну, я этого хита и не знал до этого. Я просто послушал просто клевые, красивые песни. Но в случае того, что я как бы разочаровался чуть больше здесь, балл я дам отрас Юли. Разочарованный Денис. Разочарован ли Виктор Дробыш? У меня всего лишь один вопрос. А почему нельзя было в куплете натворить «Чего хочешь», а припев просто спеть «Не смотри, не смотри, не смотри, это по сторонам». Такое как есть. Ну, потому что это кавер, и суть кавера же заключается в том, чтобы был эффект неожиданности. И именно поэтому мы хотели поменять кардинальную песню, но опять же оставить вот этот вот романтик, скажем так, в песне, вот это настроение, чтобы не угасло. Ну, на мой взгляд, это даже юридически, по большому счету, если ты делаешь кавер и меняешь мелодию, то ты юридически даже это не можешь сделать. Я ничего не могу сказать хорошего про Юли на исполнение. Как бы, ну, что-то спели. Тут была Юля с гитарой, здесь был парень с саксофоном. Но мелодию изменить и сделать ее хуже, чем она была, ну, за это точно я не могу бал поставить. Спасибо. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Сюда улетает бал от Виктора Дробыша. Татьяна. Осмелюсь поспорить с Дробышем. Ого! Ого! Да мы в свободной стране живем. Спортите, что хотите, говорите. Я понимаю, почему вы поменяли мелодию, почему вы изменили ее. Потому что, если тогда она слушалась как гимн феминисток, сейчас вы просто каждую девочку, которая будет смотреть нашу программу, ее обняли, прошептали в ушко, не смотри по странам, все будет круто. Это было настолько тонко, это было настолько трепетно, возможно, если бы вы сохранили оригинал, это бы так не зашло, потому что с вашим тембром, с вашей мелодичностью, с такой легкой восточностью, ну, нельзя было петь в оригинале, это по моему мнению, потому что это бы не сработало. А здесь, под эту аранжировку, он пел так, что я сидела вся в мурашках. А это был настолько тонкий, красивый кавер, да, вон, мурашками, да. Не, я на банк, у вас банк упал. Это от ваших слов, гадких. И уж если бы за правило взяли петь неудачные песни Дробыша, возьмите прекрасный пример Юли Савичевой. Спасибо большое. И оставьте ее в репертуаре. Юля, ну, уже очевидно, кому мой балл, но это не умаляет ни в коем случае вашего потрясающего вокала, напора, но здесь было все предсказуемо для меня. И я очень порадовалась за ваш большой хит, что он получил второе рождение вот сейчас, на мой взгляд. Я тоже. Балл Ахмалин. Спасибо. Блестяще. Эльман. По мне, это было классно. Почему? Потому что я ждал припева, и когда он запел его, я удивился, я правда удивился. Мне показалось это интересно. Потому что можно было спеть, это, я согласен с вами, это уже было спето. И он имеет право, как вы сказали, мы живем в свободной стране, он имеет право изменить мелодию. Нет. Да. Хорошо, тогда он, не имея права, сделал это. Вообще красавчик, смелый парень. Спасибо большое. Я, к сожалению, эту песню не слышал, которую Юля перепевала. К сожалению. Я слушал как новое произведение, как будто бы это было ваше произведение. И могу сказать точно, что предыдущие песни мне понравились, они были более уверены, они погружали, они меня вот так схватили. И вот прям здесь была спета песня в караоке. Вот так мне показалось. Простите, пожалуйста. Вау. Вот это интересно. Простите, пожалуйста, за это. Но как будто бы вы не так прожили, как все предыдущие песни, это естественно, да. Поэтому только в этом случае мой голос отлетает. Уверенно отлетает. Уверенно отлетает. Человек, который подарил всей стране возможность ходить в караоке и петь его песни в разном состоянии. Сергей Жуков. Ох уж эти каверы. Вот. Это просто бич, конечно, для пенсионеров шоу-бизнеса. Да, Витя? Вот. Потому что и правда, ты всегда не знаешь, чего ждать. Если мы сегодня удивляли, то удивили больше ребят. Ну, в смысле. Потому что хоть что-то переделали. С другой стороны, классный плюс Юли в том, что я теперь очень хочу услышать в оригинале «Вдоль дорог». И поэтому я первый раз за программу отдаю бал Юле за то, что я теперь хочу слушать «Отмаля». Спасибо. Дэн, что-то я вижу по языку жестов, ты что-то хочешь сказать? Я сейчас вообще битва поколений, конкурс каверов. И я понял, что вселенные настолько схлопнулись. И я сейчас хочу сделать чистое сердечное признание. И надеюсь, оно не закончится повесткой в суд. В общем, группа «Руки вверх», она же в ДНК таких, как мы, вот моего поколения. И в 18-м году мы с группой «Хлеб» такие, ну, «Руки вверх» ничего нет нового. И мы взяли песню, а он тебя целует, вытащили текст и слезали всю ритмику, вообще весь, все. И получилась песня «Плачу на техно». И сейчас, когда мы сидим по разные концы, но в одном зале, я, во-первых, извиняюсь, что мы так вот... Хотел узнать, как вам песня «Плачу на техно»? Я подпевал вашу песню. Да? Как будто казалось бы, что это вроде «Я знаю эту песню». Спасибо, вы, мое слово, вы просто... Спасибо, спасибо большое. Валя, если я все правильно видел, ты единственный из всех жюри, кто подпевал каверу в исполнении Юлии Савича. Вау, как здорово, спасибо. Я хочу узнать твое мнение, как человека, который сечет в этих двух песнях, я надеюсь. В первую очередь хочу обратиться к Юлии. Это одна из моих любимейших песен Акмаля. Я обожаю ее. Правда. Вы, как всегда, исполнили ее потрясающе. Спасибо. У меня один вопрос. Вот вы, когда на улице поете, птицы, звери слетаются, прибегают к вам? Не знаю, может быть, я не проверяла. Какая-то просто принцесса передо мной стоит и, не знаю, просто как-то она в душу, в самое сердце поет. Спасибо. Акмаль. Честно, не знаю, кто должен перепеть хит такой величины, чтобы все такие, вау, это звучит даже круче, чем в исполнении Юлии Савичевой. Но Акмаль в свои 19 лет стоит сейчас здесь, перепевает хит Юлии Савичевой. Да, кто-то скажет, что это как-то не так, кому-то не понравится, но он это сделал по-своему. И самое главное, он сделал это с душой. Спасибо. Это самое важное. Поэтому, Юля, в кармане ваших джинс лежит мое сердце, можете проверить. А тебе в карман хочу положить свой голос, Акмаль. Спасибо тебе. Спасибо большое тебе. Спасибо. Позади третий раунд и вот его итог. И Юлия, и Акмаль набирают по три балла. Двигаемся дальше. Раунд номер четыре. Горячая новинка. Погнали. Я считаю, что творчество этого исполнителя очень предсказуемо. Ведь уже сейчас можно предсказать, что его горячая новинка скоро станет супер-хитом. Встречайте, Акмаль и его горячая новинка. Удачи. Тюмным вечером Образ твой рисуют волны. Любовь, естественно, Если мы с тобой довольны, Как тебя ношу В сером и избитом мире Вновь потерять тебя Я уже не в силах. И будто были дни, Но разбиваясь на кусочки И любой каприз Сразу же будет исполнен И любить ва-банк Я так раньше не умел, Но с тобой опять Не смог устоять Подари твое Я подаю любовь Мы подаем вновь Все чувства на ноль Не уходи, постой Я все еще такой же Это любовь Это любовь Это любовь Это любовь Это любовь Это любовь Если бы тело твоего Снятся мне уже во снах Мне не забыть тебя Я не дождусь утра Я дурак И вновь тобой уболен Нашла ты ключ от сердца И все мои пароли Но я будто бы летник Но разбиваясь на кусочки И любой каприз Сразу же будет исполнен И любить ва-банк Я так раньше не умел Но с тобой опять Не смог устоять Подари полет Я подаю любовь Мы подаем вновь Все чувства на ноль Не уходи, постой Я все еще такой же Но ведь это любовь Точно Это любовь Это любовь Это любовь Это любовь Это любовь. Завершающей композицией нашего сегодняшнего выпуска станет песня, которая уже завтра, сидя на окне с кружкой какао, вы будете слушать, укутавшись в плед, Юлия Савичева и ее горячая новинка. Встречайте. С тобой опять на максимальных нотах Мне бы промолчать, но я не знаю, кто ты. Громкие слова давно уже забыты, мы в безумии квиты. Глаза по мне стреляют так метко, но ты оставил в сердце отметки. Сказать, что я в тебе каждой клеткой, я уже не смогу. Проще забыть тебя, тебя, чем постоянно нас терять. Не до любви, не до любви, ты не зови, прошу, не зови. Не до любви, не до любви, ты не зови, прошу, не надо. Не надо, не надо, не надо. Пусть с тобой опять играем против правил, И меня так тянет нас на ноль поставить. Хочешь заключить со мной контракт на счастье, Но мы две разные части. Глаза по мне стреляют так метко, но ты оставил в сердце отметки. Сказать, что я в тебе каждой клеткой, я уже не смогу. Проще забыть тебя, тебя, чем постоянно нас терять. Не до любви, не до любви, ты не зови, прошу, не зови. Проще забыть тебя, тебя, пусть лучше горькая носа, да. Не до любви, не до любви, ты не зови, прошу, не надо. Как тебе сегодняшний вечер? На самом деле, я являюсь большим фанатом этого проекта. Честно скажу, я смотрел все передачи. И для меня сегодня огромная честь выступить почти на одной сцене вместе с Юлией Савичевым. Можно аплодисменты, пожалуйста, для этой невероятной плей-дарки. Как мне приятно от молодежи это слышать, спасибо. Юля. Я обожаю этот проект, я смотрела многие выпуски, И мне было очень приятно получить приглашение. Спасибо всем огромное за то, что отзывались по-доброму вообще сегодня, И такое настроение было. Спасибо огромное. Уберем лирику. Погнали. Эльман. Две очень крепкие песни. Вы также продолжаете цеплять за сердце и трогать мурашки. Спасибо вам огромное. Акмаль. Пускай эта песня поможет тебе собирать большие концерты, Пускай эта песня поможет тебе оказаться на вершинах топ-чартов, И я за тебя голосую. Спасибо большое. Эльман отправляет бал тебе. Сергей, как вам горячие новинки? Слушайте, у нас такой Джастин Тимберлейк на минималках, Прям просто на сцене, полностью чувствующий телом, владеющий. Видели крылья эти его? Да? Ну то есть... Мама посмотрит передачу и не поверит, что эти слова мне говорили, сам Сергей Жуков. Но не я же один это вижу, и это так кайфово, что ты кайфуешь от музыки, Кайфуешь от того, что делаешь. И Юлечка знает мою к ней любовь, но если мы не будем вот как раз давать дорогу ребятам, Конечно, было бы это неправильно. Мой голос тебе. Спасибо большое. Очень хорошая песня. Спасибо. Денис. Для меня столько открытий вообще каждый выпуск. И сейчас для меня открытие, конечно же, Юлия, потому что, скажу честно, не родись красивой и фит с джиганом. Вот это мои такие, как эти, столпы, на которых держалось ваше имя. Но сейчас я понял, что вы такая огромная, такая мощная и такая сильная вообще. Спасибо. И я бы по привычке сейчас опять отдал балл, но что ты в этом раунде Акмаль совершил? Такой артист. Спасибо большое. Просто делай то, что делаешь. И будь что будет. Будь что будет. Это небольшой артист, и этот балл я отдаю тебе. Спасибо огромное. Еще один балл. Виктор, что скажете по поводу этих двух прекрасных песен? Это две хорошие песни. Это два хороших исполнения. И печалит меня только то, что я как бы, вот, кажется, почти первый раз, когда я не отдал ни одного голоса за вас. Мне просто вот эта песня так в голове заела, и так до сих пор она кричит в голове. Пусть этот крик сопровождает мой балл. Спасибо. А тебе респект, уважение, ну просто извини, пожалуйста. Все в порядке. Спасибо большое. Валентина. Акмаль. Мне кажется, здесь и сейчас ты получил намного больше, чем победа. Ты получил свою очередную точку роста. 100%. И это очень круто. Это очень круто. Безусловно, ты невероятно талантливый. У тебя потрясающий голос. И я уверена, у тебя все впереди. Все твои первые места. Все твои самые громкие хиты, они еще вот... Иди до них. Обязательно иди. Юлия Савичева. Эта песня, она до сих пор звучит где-то здесь, где-то вот здесь. И вообще вся я, теперь эта песня. Голос вам. Ну, голос вам. Не могу я сопротивляться вашему голосу. Это что-то за гранью, поэтому... Да. Мне очень приятно это от вас слышать, поскольку эта песня действительно и для меня тоже очень много значит в последнее время. Поэтому я не могу сдержать слез. И все, что я сейчас пою в этой песне, это абсолютно... Вот от самого сердца мне действительно сделали больно. Поэтому я очень счастлива, что вы это почувствовали вместе со мной. Спасибо. Спасибо тебе огромное за это взвешенное решение. Татьяна. Акмали. А у вас есть продюсер? Вы знаете, я, да, я состою в лейбле. Я хочу сказать огромное спасибо вашему лейблу, огромное спасибо вашему продюсеру, потому что на первых этапах молодых артистов, 19-летних, обычно продюсеры зажимают бюджет на музыкантов. Это как бы известная история. Это мы знаем. То, что вас поддерживают, это говорит о том, что у вас большое музыкальное будущее. Не просто попсовое и медийное, а музыкальное будущее. Еще пару лет вы наберете такую музыкальную массу, такое музыкальное мясо. И вас будут повторять, копировать миллионы людей и десятки артистов. Вот поверьте мне. Спасибо большое. Что касается Юли, Юля, мой голос и то, что я вам сейчас скажу о вашей песне, он не повлияет абсолютно ни на что. Но мне в данном треке было настолько много боли. У меня заболело и стянуло все вот здесь, потому что я почувствовала, я прожила вот эту сумасшедшую боль. Причем боль была она и в вокале, и в музыке, и в посыле. И для меня это было слишком больно сегодня. Поэтому при всем уважении, я уверена, что у песни будет огромное будущее. Я отдам свой голос Акмалю сегодня, и дай бог, что все случилось. Сегодня в битве поколений со счетом 14-10 побеждает Юлия Савича. На этом наш выпуск подошел к концу. Сегодня мы в очередной раз убедились, что в нашей стране звезды самых разных поколений могут собраться вместе и устроить крутое шоу. Меня зовут Константин Анисимов. Всем пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok